Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Убрать руководителя может, в стране наступает хаос тогда. Батька Махно, знаете такого? Ну то есть появляются люди, которые начинают создавать хаос. То же самое в любом заводе, допустим. Взять, убрать директора. Дальше хаос. Поменять это уже судьба, наказал человек. Всё, приходит время, человека меняют руководителя, ставят лучше. Теперь спрашивают, а почему люди-то страдают? Они за свою судьбу страдают, потому что им так положено. Такой руководитель. Если не положено, переходите туда, где получше. Бог сразу вам даст эту другую работу. А если положено страдать, терпите. А если Бог дал другую работу, значит, не положено. Странно. Вот если, допустим, вам по судьбе положен самодур, потому что вы были самодуром в прошлой жизни. Это странно или нет? А вы не хотите, как бы, говорить, да я уйду, мне по барабану. Бог говорит, ну ладно, тогда без штанов сиди. Не хочешь, как бы, наказание получать? Без штанов сиди. Что-то странно. Исправить ситуацию? Ситуация всегда находится в сердце человека. Вот если, допустим, мне не нравится мой руководитель, я молюсь, чтобы он мне понравился. Ну, прощаю ему, принимаю свою судьбу. И во время молитвы есть два варианта. Первый вариант, я справляюсь со своей судьбой, принимаю судьбу, меняю все. И руководитель меняется по отношению ко мне. Значит, все нормально. А второй вариант, Бог видит, что он не будет меняться, но я свою судьбу отработал, мне сразу другая работа, повышение по службе, сразу же. Ну, то есть не бывает в этом мире беззакония, бывает просто судьба. Но знаете, некоторые люди, они не знают. Вот всегда кажется, что там, где я, хуже. Особенно женщины. Потому что женская природа такова, что ей приходится жить с мужчинами. А мужчины все по природе, ну, у них деструктивная природа, не такая гармоничная, как у женщин. И поэтому женщина, ну что я с этим самодуром буду жить? Берет от него, уходит, а потом смотрит, там еще хуже дальше. Вообще, я думаю, блин, зачем я от него ушла? Нормально же был мужик. Если вы руководите, так вы понимаете, что есть два типа самодуров. Одни просто не справляются с подчиненными, судьба тяжелая. А другие плохо развиты, как личности. Но если вы попали к такому, который плохо развит, а вы хорошо развиты, ну, так найдите себе место, где хорошо развиты. А если вы не можете такое место найти, тогда терпите. Значит, Бог хочет, чтобы вы учились смирением. Но бывает так, что человек неправильно оценивает ситуацию. На самом деле все хорошо, но ему хочется лучше. И он впадает в иллюзию. Он думает, что где-то лучше есть. А и так все хорошо. Он думает, где-то там лучше. Там за горизонтом. Думает, там лучше. А там точно так же, просто чуть по-другому все. Это вот большая проблема. Она чаще всего, люди с ней сталкиваются. Тоже другой мужик, как бы мой мужик, ну, как бы нехороший, не хочу с ним жить. Классика жанра. Своим мужем не хочу жить, в своей стране не хочу жить, на своей работе не хочу работать. Да классика жанра означает, что ты не понял, куда ты попал. Вообще. Ты попал туда, где надо просто терпеть. Так устроен этот мир. Что думаете, там в Америке все на крылышках летают, что ли? Тоже страдают люди, терпят. Там просто по-другому все устроено, не как здесь. Там люди зажаты законами. Вот на Западе и в Америке люди зажаты законами, и насилие над ними, законы совершают. А здесь мы зажаты людьми. Законы насилия не совершают, люди совершают насилие. На Востоке. А на Западе законы. Но как бы насилие все равно будет. И так, и так. Кому нравится, что закон тебя будут мучить, едь на Запад. Если нравится, что люди будут мучить, ну и оставайся здесь. Хрен редкий не слаще, понимаете. Какая разница. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok